В этот день, 3 июня, родились нейрохирург Николай Бурденко, первый президент Академии медицинских наук СССР. Климент Тимирязев, выдающийся российский ученый. Начало 20 века отдало двух крупнейших русских ученых-физиологов, ставших нобелевскими лауреатами Мечникова и Павлова. Климент Тимирязев был сопоставимой с ними фигурой. Он прототип профессора Полежаева в фильме «Депутат Балтики». Имя его носит множество учебных заведений, вроде старейшей сельскохозяйственной академии в Москве. Климент Аркадьевич родился в дворянской семье. С раннего детства свободно говорил на европейских языках и читал много и жадно. Ребенком увлекся естествознанием, наблюдая за погодой, явлениями природы, растениями, животными. С первых же шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи – работать для науки и писать для народа, то есть популярно. Ученый сумел очень образно, доходчиво и интересно изложить научные факты и открытия в книгах «Жизнь растений. Исторический метод в биологии». Он многое сделал для того, чтобы изучить процесс фотосинтеза. Наконец, стал популярнейшим педагогом и просветителем. В состав того, что мы называем человечеством, входит более мертвых, чем живых. Тот, кого уже нет, продолжает жить между нами, в своих идеях, в своих делах, своим примером. Тимирязев. Также 3 июня родились Яков Сверлов, председатель в ЦИК, один из вероятных палачей императора Николая II. Борис Рыбаков, замечательный советский археолог. В этот день, 3 июня, православные отмечают День Владимирской иконы Божией Матери. Эта же чудесная икона Святой Богородицы написана была рукою святого апостола и евангелиста Луки. Повесть о Тимир Аксаке. Чудотворная, великая, одна из важнейших святынь, символов православия. На Руси она оказалась на заре XII века. Во Владимирские земли ее перевез благоверный князь Андрей Боголюбский. С тех пор жизнь святыни воедино сплелась с жизнью целого народа. По преданию, пред ней стоял, всматриваясь в ее лик, хан-баты. Ею благословляли и святителя Иова, первого патриарха Руси. И на сломе эпох в XVII году святейшего патриарха Тихона. Повесть о Тимир Аксаке рассказывает о чудесном спасении страны от нашествия Тимура, Тамерлана, средневекового воителя, благодаря молитвам у иконы. Кстати, именно тогда, в 1395 году, реликвию решено было перенести из Владимира в Москву. В сентябре икону встречали горожане, искавшие в ней последнюю надежду. Весь град из Иди против у иконы насретение ею. Мужи и жены, юноши и девы, дети и младенцы, сироты и вдовицы, от мала до велика, сокресты и иконы. И вот, как пишет русский летописец, Тимир Аксак стоял на одном месте уже две недели. И в тот самый день и час, который принесена была в Москву иконы Пречистой, охватили его страх и ужас, словно от некоего воинства, идущего из Руси. Испугался он и ушел в свою землю. В 1480 году Владимирскую икону Божией Матери встречали в первых рядах русских рати на реке Угре. И как в истории с Тамерланом, враг неожиданно повернул и убрался в Освояси. После тех событий ордынская ига пала. Вместе со всем православным народом пережила икона и смуту, и нашествие Наполеона, и пожары, и войны, и революции. 3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея сожгло Москву. Спустя год его войска придут на Русь снова, уверенные в победе, однако будут разбиты в грандиозной битве при Молотях. 3 июня 1801 года Александр I издал указ об освобождении от телесных наказаний лиц духовного звания. 3 июня 1927 года в Москве были снесены так называемые Красные ворота, первая триумфальная арка в России, которую по случаю победы под Полтавой воздвиг государь Петр I. 3 июня 1980 года сбой в работе компьютеров США привел к ложному срабатыванию сигнала о советском ядерном нападении. В Штатах была объявлена тревога. В течение нескольких минут мир был на краю ядерной войны. 3 июня 1989 года православным Ленинградом вторично вернули мощи святого великого князя Александра Невского. Мощи благоверного великого князя Александра Невского впервые привез на берега Невы Петр I. И они бы там и оставались, если бы не советская власть. Большевики основательно поглумились и над святыми останками, и серебряной ракой для них. Отвезли в Москву, потом в музей атеизма. Благодаря стараниям митрополита Алексея, будущего патриарха, в 1989 году справедливость восторжествовала. Мощи были возвращены Александра Невской лавре. В момент встречи святыни весь город огласился 15-минутным звоном всех колоколов Петербурга. Таким был этот день 3 июня. Субтитры создавал DimaTorzok